Яндекс анонсировал новую версию сервиса Яндекс.Авто. Кроме навигации и других функций, в нем появится возможность взаимодействия с автомобилем через смартфон. Совсем скоро новинка появится на автомобилях марок Ниссандра, но и АвтоВАЗ. Платформа Яндекс.Авто – это мультимедийная система с голосовым управлением и сервисами, которые уже сейчас помогают узнать прогноз погоды, построить маршрут и понять, сколько ехать до нужной точки. Теперь система научилась оповещать автовладельца об эвакуации его машины. СМС придет в первые минуты после начала процедуры. Кроме того, новая версия Яндекс.Авто сможет обрабатывать информацию от различных систем автомобиля. Например, она будет учитывать пройденный путь и углы поворота колес, что позволит точнее определять местоположение и вести по маршруту даже при отсутствии спутникового сигнала, в частности в туннеле. А сам маршрут можно будет со смартфона вывести на экран мультимедийной системы. Новая версия Яндекс.Авто возьмет на себя оплату парковки и выполнит функции умного дома. Дистанционно откроет автомобиль, опустит или поднимет в нем окна и даже запустит двигатель. Здесь подойдет самый обычный смартфон. Но главное, все эти функции будут доступны и в голосовом режиме. Достаточно просто попросить Алису. Алиса, открой багажник. Или представься, вы идете из дома на прогрессу. Где же ты, Алиса? Побегай, ага. Бортовой компьютер Яндекс.Авто можно купить отдельно и установить вместо штатной мультимедийной системы на некоторые автомобили Volkswagen, Skoda, Toyota и других марок. А с выходом новой версии сервис станет доступен для двух миллионов автомобилей Ниссанов, ЛАД и Рено. Мультимедийную систему будут встраивать в машину уже на заводе.